всем привет сегодня 6 мая 2021 года я решил поменять вот эти аккумуляторы дека аккумуляторы inex которые у меня стояли до этого немножко об этих аккумулятор хотел рассказать они мне достались вообще бушные до меня они два года работали на электропогрузчики ну и остаточный ресурс был примерно 50 60 процентов ну и емкость соответственно такая же и вот за один год и 9 месяцев у них осталось конечно емкости совсем мало порядка 25 30 процентов целом они все показали очень неплохо я вообще сейчас заказал и железо фосфатные аккумуляторы ну пока они идут пока я там все подготовлю всякие бмс китом балансиры у меня поработают аккумуляторы inex менять я буду их вот вот такие вот аккумуляторы inex которых я в одном из видео рассказывал в принципе аккумуляторы такие использовать можно солнечные электростанции но по условию если у вас находится определенный контроллер сожалению вот данный контроллер не может быть использован для этих аккумуляторов его как бы недостаточно по той простой причине что в нем отсутствует функция выравнивающего заряда или как это можно назвать equalizing по-английски напряжение заряда его составляет 14 и 8 вольт дальше он переводит аккумулятор в буферный режим а для зарядки вот этого аккумулятора чтобы он зарядился полностью электролит как следует перемешался требуется порядка 15 с половиной вольт не подойти также такую вещь зарядка например где-нибудь на автомобиле или на лодке там аккумулятор все время качается поэтому ему в той ситуации достаточно напряжение 14 8 вольт в обычной ситуации когда он находится стационарно что мне мало расслоение электролита требуется периодически на него подавать где-то от 15 с половиной до 16 вольт итак один аккумулятор я уже сюда поставил как мы видим даже клеммы накинул не стоит забывать о том что перед тем как одевать накидные клеммы крем аккумуляторы это положительное здесь соответственно у нас идет отрицательное вместе в том месте где происходит соприкосновение контакта зачистить ну и по поводу смазки клеммы крема смазывается сверху немножечко сбоку но ни в коем случае не там где происходит контакт двух клемм я имею ввиду аккумуляторы и вот этой вот накидной клеммы итак систему я собрал не аккумуляторы применял верта уже работает во всем мы заключение поэтому аккумулятору хотелось бы сделать небольшой тест мы сейчас это по с вами посмотрим так как бы лучше камеру вот эту настроить вот так лучше будет до заряд аккумулятора совершенно верно так у нее салона обычная да она считается как обычная ничего необычного нету стандарт ца берем салона 500 ампер нажимаем enter показываю что 42 процента ресурс на самом деле и ресурс составляет но я уже говорил примерно 20 25 процентов так что вот тяговые аккумуляторы лучше конечно не тестом проверять а непосредственно нагрузкой это это так очень отдаленное приближение ну и что хочется в целом сказать вот по данный аккумулятор и вообще по эти аккумуляторы дека значит выполнены они по гибридной технологии то есть кальций свинец для того чтобы их заряжать достаточно большинство зарядных устройств которые имеют напряжение 14 6 14 8 вольт именно в стационарном состоянии они его всегда будут заряжать электролит будет размешиваться расслоение не будет ну и также он очень хорошо совмещается с большинством контроллер в частности вот у меня очень хорошо работал вот с таким вот контроллером которого ну три режима работы это гелевый агм и обычный кислотник ну и в общем то этот контроллер очень хорошо к нему подходил на этом прощаюсь пока